Всем привет! Это наш новый влог о поездке в Казань. На часах 6.55 утра. Но мы уже водри вообще. Да, и сейчас мы уже рисуем. Да. Ну что, поехали! Мы находимся в Домодедово и сейчас пойдем на посадку в самолет. О, уже 7 утра. Как? Было же 4 недавно. Идет Дом на улице, но мы стоим в очереди. А мы не знаем, что это за игра. Да, а это игра на свет. Здесь надо найти подсходку. Здесь разный будет снег. И вот Катюшка, а тут очень нравится. И кому больше любит это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы заказали такси и уходим в такси. Ага. О, смотрите, машина. О, вот наше такси. Вот наше такси. Ваши машины. Казань – один из древнейших городов России. Он возник на пересечении двух рек – Волги и Казанки. Город был основан в далеком 2005 году. В то время еще даже не было Москвы. За всю свою богатую многовековую историю Казань успела побывать в столице Казанского ханства и Казанского царства. При въезде в город можно увидеть большую арку в виде буквы «М», что означает «миллениум». Она была построена в честь тысячелетия города. Мы уже приехали в отель, но она заселит через три часа. Поэтому мы сейчас бросим вещи и пойдем рулять по Казани. А завтра нам нужно будет танцевать вместе с ведущими детского радио. И сейчас будем повторять танец. Первая наша точка – это Казанский Кремль. Там Кремль. Прикольно. И мы заходим на территорию Казанского Кремля. Казанский Кремль – крепость в центральной части города. Территория комплекса огромная. Здесь расположено много памятников. Внутри исторической крепости образован мини-город. В нем сочетаются черты православия и исламу. На протяжении всей истории территория регулярно дополнялась новыми сооружениями и к 19 веку обрела тот вид, который частично сохранился до наших дней. Ежегодно эта достопримечательность посещает около трех миллионов как российских, так и иностранных туристов. Вот это собака-кошка. Синие башни, очень красивые, как в сказке. Ламур, блонды, ламур и брюненты. Они не важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я только что узнала, что это мечеть Хул-Шарима Одна из ярких достопримечательностей Казанского Кремля Своё название мечеть получила в честь национального героя Татарстана Имам Хул-Шарим Имам принял участие в защите мечети Во время нападения войск Ивана Грозного и был убит Мечеть была сожжена И она подстроена к тысячелетию Казани в 2005 году Внутреннее пространство Значит, рассчитано на полторы тысячи человек На площади перед ней Могут разместиться Еще 10 тысяч Мы нашли вот такие много тут Вряд ледников Аня куда-то уже побежала Короче, здесь было Если нажимаешь на лапку, то что ли Звук идет Звук идет А у нас тут экспонат Экспонат, давайте же его погладить Я надеюсь Сейчас загрызу Так ты же в леднике Ты же в леднике должна была застыть До смотровой площадки открывается очень красивый вид Это Казанский монастырь А это дворец И еще есть очень красивая река Казанка Это башня Сью-Юмбике И мы расскажем вам легенду об этой башне А все началось с времен Ивана Грозного Предание гласит, что когда Иван Грозный увидел Казанскую царицу Он тут же влюбился и решил жениться Тогда правительница попросила его построить башню за 7 дней К возведению приступили быстро и строили в день по одному ярусу Когда же башня была готова Сью-Юмбике поднялась на нее и прыгнула с вершины Чтобы остаться непокоренной Кстати, башня Сью-Юмбике выше Пизанской башни на 2 метра А башня Казанского вокзала в Москве Стилизована под башню Сью-Юмбике Спасибо, Казанский кремер Хотя еще у нас не начался концертный, чтобы событий умер Сейчас мы поедем на колокольню Это пешеходная улица Баумана И, кстати, здесь вкусная точка в виду так Даже знак такой же Чак-чак и точка Прикольно Наконец-то мы добрались до колокольни Мы сейчас будем подниматься туда, на самом верху И загадываем желание Она очень высокая Колокольня Богоявленского собора является самой высокой в Казани Ее сложно не заметить Так как она видна практически с любой точки пешеходной части улицы Баумана Высота колокольни 74 метра Поэтому на самом верху есть отличная смотровая площадка Для строительства объекта потребуется 2 миллиона кирпича Храм популярен тем, что в его стенах пел знаменитый певец Федор Иванович Шаляпин Порядки, если вы звоните в этот пост и загадаете желание, то он может быть с капитаном Смотрите, это ДНК снимала Я уже взяла себе тут немножко Я больше всего вот эти не люблю, поэтому я их взяла больше всего Я впервые вижу ромашку вот такую Наконец-то мы идем в кафешку, но все-таки зашли Но мы все кушаем Мы все кушаем Идем в ресторан У меня том ям с морепродуктами У меня том ям с морепродуктами, я его уже доела, очень вкусный и апельсиновый фрес У Аня, что тут кальмары очень вкусные У меня тоже тут мидии, креветки и паста заправленная соусом из креветок Это бомбео Это самая лучшая паста, которую я хреновимо ела А у меня гуляшов У меня гуляшов из говядины Из говядины по старому Но все вкусные рецепты Тут надо бы так ослаблять Какого рецепта? Вы просили ром-тур? Вот вам ром-тур Как он тут красивый Я сплю тут Я тут сплю Я тут сплю Там балкон У нас есть балкон Серьезно? Как тут красиво О, там прозрачная стена на следующую квартиру Вам кажется, что можно вот так упасть Вау, как тут красиво Офигенно Давайте, кто где будет спать Жребий на палочках У кого будет короткая Кто вытянет короткую из всех двеней Тот будет первый выбирать Кто во второй раз вытянет короткую Тот будет второй выбирать Давайте Давайте на цуефа кто первый А короткая какая? Короткая? Она прям сильно отличается Да, хорошо Давайте Вы на цуефа скидываетесь У меня что останется, что останется Давай Цуефа Кира первая тянет Давай Эту, наверное Ооо, короткая? Да-да Ну, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Тут рядом с окном и с телефончиком а там типа две короткие нет по однако не короткая это не короткая вот короткая я так и знала я сплю вот тут мы пошли спать и переодеваться всем пока а